МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Татьяна Викторовна, первый вопрос вам. Расскажите, пожалуйста, подробнее, какие именно диагностические процедуры проходят работники в рамках программы корпоративного укрепления здоровья и отличаются ли обследования в зависимости от профессии человека, от его возраста, от того, сидящего у него работа или подвижная? Да, действительно, уже достаточно большое количество предприятий реализуют корпоративные программы, и для каждого предприятия работодатель и его команда определяют перечень медицинских обследований. Стандартно мы, конечно, определяем и рекомендуем это общие клинические обследования, онкологический скрининг, оценка кардиоваскулярных рисков, и это очень немаловажно, с подведением итогов. Каждый работник, прежде всего, получает индивидуальный паспорт здоровья, ну и, конечно, получает паспорт здоровья работодатель. Мы говорим о состоянии здоровья сотрудников, затем мы с позиции медиков даем рекомендации работодателю по коррекции факторов риска, как правило, это избыточный вес, это низкая физическая активность. Мы рекомендуем несколько ограничивать потребление табачных изделий на рабочих местах, и есть для этого определенные механизмы. И в целом, как создать культуру ведения здорового образа жизни на рабочем месте. Ольга Юрьевна, на вашем предприятии эта программа уже активно внедряется. Расскажите, пожалуйста, как именно интегрируются вот эти медицинские обследования в рабочий процесс? Требуют ли они отлучения с рабочего места? Сколько времени отнимают? Мобильная бригада врачей Алтайского центра здоровья выезжает к нам на предприятие с целью проведения как раз-то выявления и коррекции факторов риска хронических неинфекционных заболеваний. В рамках работы по ресурсосбережению команда врачей проводит необходимые медицинские обследования, что очень важно. Строго определенный график, составленный для структурных подразделений, можно сказать, без отрыва от производства, бесплатно, что тоже немаловажно. И на основе этих данных уже формируется так называемый некий перечень хронических заболеваний, которые подвержены наши работники. Это такие, как гипертоническая болезнь, шимическая болезнь, сердце болезни легких, онкологические заболевания. Кроме того, мы уделяем особое внимание это репродуктивному здоровью. У нас реализуется программа женского и мужского здоровья. У нас проводятся маммографические обследования, флюорографические обследования. И по результатам этих обследований каждый сотрудник у нас получает, как уже сказала Татьяна Викторовна, индивидуальный паспорт здоровья, в котором даны рекомендации по снижению факторов риска. Если необходимо, то рекомендации по дополнительному обследованию и диспансерному наблюдению, если хронические заболевания уже существуют. Мы же, как работодатель, получаем обезличенный, агрегированный паспорт здоровья по предприятию в целом, которым даны рекомендации по необходимым управленческим решениям и также организационным мероприятиям, которые направлены на сохранение здоровья наших сотрудников. Так что мы очень органично интегрированы в наш производственный процесс. То есть все вот эти тест-системы, рентгенологическое оборудование вы с собой привозите, ваши специалисты, и прямо на месте обследования диагностические процедуры проходят? Со стороны работодателя требуются, конечно, серьезные организационные мероприятия, потому что, как правило, мы работаем с предприятиями там, где больше 200 человек. Конечно, это для того, чтобы производственный процесс не нарушался. И понятно о том, что работодатель не всегда идет навстречу для того, чтобы сотрудник отлучился в поликлинику. Это очень удобно и для работодателя. А медицинская помощь на рабочем месте без отрыва от производства – это хорошо и для сотрудника, и для работодателя. Не так давно у меня состоялась беседа с представителем трудинспекции. Он сказал такую вещь, что в последнее время в Крае растет статистика тревожная по производственному травматизму. И довольно часто люди попадают с рабочего места в больницу не из-за прямых увечий, нанесенных там какими-то движущимися механизмами на предприятии, но из-за общих заболеваний. Это как раз инсульты, инфаркты и так далее и тому подобное. Татьяна Викторовна, в связи с этим вам вопрос. Чем сегодня болеет наше трудящееся население? Что у вас, как у медика, вызывает опасения? Ну, мы уже озвучили. Действительно, у нас сердечно-сосудистые патологии есть. Патологии, может быть, органов дыхательной системы, какие-то профессиональные заболевания. На что следует обратить внимание? Конечно, традиционно это свойственно не только нашему субъекту, это свойственно в целом Российской Федерации. Это, конечно, ведущая проблема. Это болезнь системы кровообращения не лидирует. Мы умеем хорошо это выявлять. Больше того, на сегодняшний день мы имеем все ресурсы для качественного лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Но не всегда пациенты к нам приходят своевременно, регулярно. И вот как раз реализация корпоративных программ, она позволяет на рабочем месте пациенту контролировать свое заболевание сердечно-сосудистое, своевременно проводить при необходимости коррекцию, при необходимости своевременно госпитализировать и дообследовать пациента. Поэтому это хороший механизм, который позволяет укрепить, сохранить и предотвратить вот не такие благополучные ситуации на рабочих местах. Поэтому мы, конечно, призываем работодателей вовлечься в данное направление. К тому же это очень важно на сегодняшний день о том, что это в рамках государственных гарантий. Работодатель не несет никаких финансовых затрат. Более того, он экономит очень существенно. А не только в плане финансовой составляющей, но и, конечно, это ресурсы, человеческие ресурсы, это профессиональные кадры на рабочем месте. Это тоже наиважнейшая составляющая качественного производственного процесса. Ольга Юрьевна, давайте эту тему с вами теперь разовьем. Какие промежуточные результаты вам уже видны? Насколько удалось снизить заболеваемость по тем или иным нозологиям? И вот вы сказали, обезличенный некий паспорт здоровья выдали вашему предприятию. Что в этом паспорте написано, так скажем? Какой общий срез по коллективу? Чем люди болеют? Чем страдают? На что нужно сделать упор? Здесь, наверное, нужно сделать небольшой акцент, что мы в прошлом году пролонгировали нашу программу. У нее закончился как бы первый трехлетний период. Мы пролонгировали ее теперь на бессрочный уже срок. И да, мы заметили, что у нас, в принципе, снизились распространения факторов риска так называемых хронических заболеваний. Эта цифра составила порядка 25% в целом по предприятию. А именно у нас снизился порог по артериальному давлению на 20%, по содержанию сахара крови на 25%, по избыточной массе тела на 15%. У нас снизилось число курильщиков на предприятии. И мы считаем, что это вполне неплохой опыт, который мы получили от реализации данной программы. И сейчас мы рассматриваем эту возможность масштабирования реализации данной программы, этого успешного опыта на наше второе производственное предприятие в городе Рубцовске. А не подсчитывали конкретный экономический эффект в цифрах? Может быть, выросла прибыль предприятия благодаря тому, что люди стали здоровее? Ну, здесь, наверное, знаете, такого прямого эффекта никто не рассчитывал. Но важно понимать, что у нас снизилась продолжительность пребывания сотрудников на больничном листе. Это очень хороший показатель. И количество сотрудников, которые за последние три года вообще не ходили на больничный лист, достигло порядка 25%. А это же, как мы с вами уже говорим, это снижение простоев на производстве, это снижение времени и затрат на поиск или замену нового сотрудника определенной квалификации. Татьяна Викторовна, какие еще предприятия включились в эту программу? И в целом для региона какого эффекта мы ожидаем? В целом, конечно, мы ожидаем эффект. Это повышение культуры, это повышение ведения здорового образа жизни, это повышение информированности населения о правилах ведения здорового образа жизни. И, конечно, роль работодателя, она крайне важна. Лидеры мнений, руководители, они и личным примером всегда транслируют, как нужно жить, какой образ жизни необходимо вести. Но если говорить о таком популяционном эффекте, мы, конечно, ожидаем популяционные вот такие технологии, они, к сожалению, не дают быстрых эффектов, но через 5-10 лет, это абсолютно точно, это новое поколение с определенным сознанием, и, конечно, тренд на здоровый образ жизни, на то, что нужно сохранять свое здоровье, о нем заботиться, конечно, дадут свои результаты. Тем более 200 предприятий. Какие это, например? Это, например, это шинный завод «Анитим», «АЗПИ», если говорить, это «Мехпресса», это «Трансмаш». Я могу сейчас кого-то забыть, но это крупнейшие промышленники, имеющие филиалы. Я хочу сказать о том, что вузы Алтайского края, такие как сельскохозяйственный, ну, аграрный университет наш, АГУ, политехнический вуз, Академия гостеприимства, заботятся не только о сотрудниках учебных своих учреждений, но и о учащихся студентах. Это очень важно. Подрастающее поколение, когда формируются привычки, это, конечно, залог нашего и медицинского успеха, но и, конечно, показатели не только здоровья, но и экономические. Конечно, они будут о себе давать, знаете, последствия. Но стать участниками проекта могут не только вузы, не только промышленные предприятия, насколько я понимаю. Любые образовательные, любые торговые, любые форма собственности абсолютно не имеет значения. То есть мы индивидуально, в зависимости от вида деятельности, скажем так, предприятий, даем рекомендации. Как правило, работодатели, еще раз повторюсь о том, что они не носят, как правило, финансового характера. Кто-то, конечно, берет на себя и в том числе финансовую составляющую. Открывают, например, тренажерные залы, покупают или частично оплачивают фитнес-залы, бассейны и так далее. Перестраивают свои точки приема пищи, например, пароконвектоматы, убирают майные сладкие газированные напитки, добавляют овощи и фрукты и так далее. То есть дают возможность правильно питаться, правильно двигаться. Но и не секрет, конечно, в том, что психоэмоциональное напряжение на сегодняшний день, конечно, велико. И это комнаты психологической разгрузки. Ольга Юрьевна, как заводчане относятся к такому медицинскому сопровождению? У вас наверняка коллектив с мужским лицом, такой стереотип бытует, что мужчину нас не загнать на медицинские обследования. Удалось ли привить в эту самую культуру заботы о своем здоровье? Знаете, да, вы правы. У нас более 70% сотрудников – это мужчины. И средний возраст наших сотрудников – это 44 года. И здесь важно отметить, что это мужчины еще полны, как говорится, сил, энергии, но первые звоночки о здоровье уже начинают о себе давать знать. После Нового года мы уже стали замечать, что сотрудники начинают спрашивать, когда у нас будет диспансеризация. То есть они ждут этого мероприятия, они готовятся к нему. И мы считаем, что мы выбрали правильный вектор развития в реализации своей социальной политики, реализуя вот такую корпоративную программу улучшения условий труда на рабочем месте. Мне, если вы позволите, я добавлю в продолжении того, как мы реализуем наш корпоративный паспорт. То есть согласно рекомендациям, для поддержания физической активности у нас создан фитнес-зал с элементами лечебной физкультуры, у нас есть группы любителей скандинавской ходьбы, настольного тенниса, мужчины активно играют в бильярд, у нас на постоянной основе действуют футбольные, волейбольные команды, которые участвуют в различных турнирах. Для них арендуются спортивные залы, площадки на открытом воздухе. Мы активно создаем условия на рабочем месте, комфортные, удобные. У нас в 2021 году открыт медицинский кабинет с возможностью оказания доврачебной медицинской помощи. Мы проводим вакцинацию согласно календаря прививок, и этими услугами могут воспользоваться не только сотрудники, но и члены их семей. Мы также прививаем культуру здорового питания. Наверное, то, чем мы гордимся, наши заводы, мы сохранили бесплатное питание для наших сотрудников. Все наши фабрики и кухни оснащены пароконфектоматами, мы готовим наши блюда, соответственно, с низким содержанием жиров, углеводов. То есть у нас есть возможность получить диетическое питание. У нас организованы стол номер один, стол номер девять. Для разнообразия вкусовых предпочтений мы проводим дни так называемых национальных кухонь. Татьяна Викторовна, ну и в завершении спрошу, как работодателям стать участниками данного проекта. На какой срок можно заключить договор? Здесь уже прозвучало, что вот три года можно его пролонгировать. В общем, все вот эти организационные моменты озвучите, пожалуйста. Мы рекомендуем, конечно, ну если говорить о краткосрочных результатах, это минимум год. Для того, чтобы увидеть среднесрочные, это три года, в идеале это пять лет. Тогда работодатель может, то есть мы можем подвести и медицинские итоги, и организационные итоги. Работодатель может посчитать свои выгоды, да, в том числе и финансовые. Но, тем не менее, это очень демократично, и мы можем, то есть пойти навстречу, и вот достаточно гибко к этому вопросу подойти. Обратиться можно в Центр общественного здоровья и медицинской профилактики. Телефон наш 3-6-750. Работодатель может в письменном, в устном виде обратиться, и мы поможем с организацией данного направления на предприятии. Спасибо большое, что пришли к нам в студию. Спасибо. О том, как следить за своим здоровьем без отрыва от производства, мы говорили с главврачом Центра медицинской профилактики Татьяной Репкиной и руководителем проектного департамента Анитим Ольгой Овчаренко. До свидания.